Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Север. С вами в студии Илья Сахар. И в начале выпуска коротко о главном. Ну почему бы и не организовывать турпоездки наших граждан? Не работать как туроператор? Тоже как туроператор? Создавая конкуренцию частным туроператорам. Новый туристический центр, построенный вблизи Наринмара, должен приносить прибыль. Его развитие обсудили сегодня на заседании администрации Ненецкого округа. На данный момент следствие окончено. Уголовное дело направлено с огнительным заключением для утверждения в прокуратуру. В Ненецком округе закончено следствие окражи денег цыганкой у пенсионерки из Андиго. Наш фор собрал всех воспитателей и сказал это. Поздравляю вас с днем неплома. И Паша с крыши взял ведром на воспитателей. Игры, развлечения и конкурсы. Летний лагерь Литкова, что вблизи Коткина, завершил свою работу. Губернатор Ненецкого округа обратился к окружным депутатам с предложением забрать у города полномочия в сфере земельных отношений в ведении субъекта. Вопрос о схеме выделения земельных участков на территории Наринмара Игорь Федоров поднял на еженедельной планерке. Поводом для обсуждения стала ситуация вокруг планируемого строительства в городе клиника диагностического корпуса Ненецкой окружной больницы на улице Первомайской. Ситуация осложнилась тем, что администрация города достаточно долго согласовывала выделение участка под строительство объекта. Также вопросы вызывает и схема распределения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В мэрии ссылаются на несостыковку в генплане, однако губернатора этот ответ не устроил. Вопросов накопилось немало, жалоб от населения очень много. Оперативно решать вопросы вы не хотите, сказал Игорь Федоров. В этой ситуации я буду вынужден в соответствии с законодательством обратиться к депутатам окружного собрания с предложением рассмотреть вопрос и забрать полномочия в сфере земельных отношений на уровень субъекта федерации, заявил губернатор. Развитие недавно созданного туристического культурного центра. Эта тема стала главной на очередном заседании администрации Ненецкого округа. На совещании решено было внести изменения в долгосрочную целевую программу создания благоприятных условий для развития туризма на 2013-2015 годы. Изменения коснулись дополнительного финансирования, проектирования гостевых домов и ситуационного центра туристического комплекса. На эти цели окружной бюджет выделил более 3,5 миллионов рублей. Суммы разбиты на 2013-2014 годы. Ближе к 2015-му запланировано строительство новых объектов туристического центра. Предела совершенства, как известно, нет. Комплекс и дальше будет развиваться, в первую очередь в соответствии с потребностями жителей округа. Губернатор обратил внимание своей команды на то, что туристический центр должен быть финансово выгодным учреждением, а его использование необходимо сделать самым разносторонним. Но почему бы и не организовывать турпоездки наших граждан, не работать как туроператор? Тоже как туроператор. Создавая конкуренцию частным туроператорам, может быть, забирая этот рынок. Это может быть очень интересно. Потом, с точки зрения проведения мероприятий в туркомплексе, а на самом деле может получиться просто уникальное место. Возвращение любых форумов, любых совещаний, любых уровней. Действительно нужно это делать. Действительно к нам стремятся. И зимой едут нас на снегоходах, ищут этот экстремальный туризм. Уже действительно не на побережье куда-то. Желающих очень много. У нас нет условий для этого. Мы не можем обеспечить людям нормальную гостиницу там и прочее, прочее, прочее. Что, в принципе, при поддержке органов власти все это можно сделать. Юрий Хатанзийский назначен заместителем губернатора по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Нового заместителя губернатор представил на расширенной планерке в понедельник. Ранее Юрий Хатанзийский возглавлял управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видом деятельности администрации Ненецкого округа. Глава региона отметил, что новому заместителю предстоит не только курировать КМНС, но и защищать интересы русского народа. В целом, появление такой должности губернатор считает серьезным общим достижением. С ним согласен и сам Юрий Хатанзийский. Тем самым, Игорь Геннадьевич, еще раз акцентировали внимание на том, что округ наш национальный, округ наш многонациональный и вопросы сохранения, вопросы решения. И, соответственно, решение этих вопросов требует определенного статуса. Еще два дня есть у потенциальных кандидатов, которые решили баллотироваться на предстоящих выборах в Архангельское областное собрание шестого созыва. Напомним, документы на регистрацию в окружную избирательную комиссию принимаются до 4 июля. Наибольшую активность продемонстрировали политические партии. Они уже провели конференции региональных отделений и определились с кандидатами по одномандатным округам. От патриотов России это Никитин Дмитрий Александрович, от партии «Единая Россия» Чупров Матвей Михайлович, от регионального отделения ЛДПР Головин Василий Яковлевич, от архангельского регионального отделения КПРФ это Миловский Николай Леонидович, от партии «Родина» будет Ружников Андрей Григорьевич. И в порядке самовыдвижения документы представила Макаренко Анжелика Александровна. Данных от «Справедливоросов» пока не поступало. Сегодня мы пообщались с руководителем окружного отделения партии и выяснили, что на выборы по одномандатному округу «Справедливая Россия» своих кандидатов не выдвинула, ограничившись претендентами на места в архангельском собрании по партийным спискам. «Справедливая Россия» в целом по области приняла решение не давать партийные рекомендации одномандатникам. Как раз с тем, чтобы усилить мнение нашей партии по поводу того, что народ должен выбирать сам без учета партийной принадлежности. А уже потом партийная принадлежность будет иметь значение. Добавим, что кандидаты по партийным спискам регистрируются в областном избиркоме. 8 сентября, в единый день голосования, жители поселка Искатели, а также Канинского, Пешского, Приморско-Куйского, Пустозерского, Юшарского сельсоветов определятся не только с кандидатами в Архангельское областное собрание, но и выберут глав и депутатов своих муниципальных образований. Таким образом, на руки в день выборов они получат 5 бюллетеней. По 4 получат жителям Дерминского, Малоземельского, Омского, Телевисочного и Хариверского сельсоветов. В этих населенных пунктах пройдут выборы депутатов в областной и местный парламенты. По 2 бюллетеня для выбора депутатов в Архангельское собрание выдадут Нарьинмарцам и жителям Андикского, Карского, Хасидахарского, Шоинского, Колгуевского и Коткинского сельсоветов, а также сел Великовисочное и Лабужское. В деревнях Щелиной и Пылемец пройдут выборы в области и до выбора депутатов муниципальных образований. Ну а в Тиманском сельсовете определятся с главой. Стоит отметить, что это не самые масштабные выборы. В следующем году жителям округа предстоит выбирать губернатора, депутатов окружного собрания и городского совета, главу и депутатов Заполярного района. Закончено следствие по делу о краже 59 тысяч рублей у пенсионерки из Андига. Напомним, полмесяца назад жительницу деревни обворовала торговка медом цыганской национальности. Изначально в совершении преступления подозревали еще одну женщину – компаньонку торговки. Однако в ходе следствия полицейские убедились в ее непричастности к краже. Стражам порядка удалось задержать подозреваемых на Ринмарском порту, куда они из Андига добрались на теплоходе. При досмотре полицейские обнаружили у них крупную сумму денег, происхождение которых женщины объяснить не смогли. Следствие установило, что цыганка, находясь в гостях у пожилой женщины и предлагая ей при этом приобрести мед, увидела место хранения сбережений под скатертью на столе, после чего, воспользовавшись слабым зрением пенсионерки, похитила деньги. Данное преступление было совершено в отношении ветерана войны, то есть циничное преступление. На данный момент следствие окончено. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для утверждения в прокуратуру. После утверждения прокурором уголовное дело будет направлено в дальнейшем в суд для рассмотрения дела по существу. Обвиняемая гражданка Украины. Однако вернуться на родину ей, похоже, удастся нескоро, ведь грозит ей до пяти лет лишения свободы. Ненецкий край собирает друзей. В Архангельской области под таким названием прошел совместный праздник, который подготовили представители обоих субъектов. Музей деревянного зодчества «Малые Карелы» и коллективы из Заполярного края представили свое самобытное творчество. И об этом в нашем следующем сюжете. Как большой красный чум собрал нас здесь Архангельск. Есть нам что показать. Самодеятельный Ненецкий театр «Иллипцы» или «По русской жизни» существует уже 18 лет. Его основал известный заполярный поэт Прокопий Евтысый. «Иллипцы» у нас ходят в основном пенсионеры, есть немного работающие люди, и у нас еще есть молодежная студия. Мы душой отдыхаем, сохраняем свои традиции, свой язык. В публике в «Малых Карелах» северные гости предоставили ненецкую сказку «Белый гусь». Ее сюжет очень похож на пушкинскую золотую рыбку, только на удочку попадает не рыбка, а своенравный гусь. Из мешка! Ай! Ай, на бред! Еще один участник праздника из ненецкого округа Коми, ансамбль «Печерянка», подарил северянам звуки этнической песни. Коллектив существует уже 15 лет. Выступая, ансамбль демонстрирует зрителям традиционные игры и обряды Коми-ижемцев. Немало внимания «Печерянка» уделяет и своим колоритным костюмам. Этот костюм так нас защищает, что мы не чувствуем какой-то усталости или еще чего-то после выступлений. И я вот когда одеваю этот костюм, мне очень хорошо, легко и комфортно в нем. Когда особенно завязываешь голову. Мастер-класс по изготовлению ненецких саней, нарт, книги о культуре самоедов, узорчатые вязаные изделия. Все можно было увидеть на празднике. Коллективы, которые сегодня здесь выступают, просто замечательные из ненецкого автономного округа. Они постоянно в действии, постоянно обновляют свои репертуары. Есть возможность показать народную культуру разных регионов Архангельской области, познакомить наших посетителей более глубже с этой народной культурой. Проект «Ненецкий край» собирает друзей пилотный. Совместный праздник музея Малой Карелы и этнокультурного центра ненецкого автономного округа собираются сделать традиционным. Дмитрий Щепанов, Вера Белгородская, Алексей Чесноков, Телеканал «Север». Закончилась ежегодная смена в летнем лагере Заполярного района Литкова. 16 школьников из Коткина, Индиги и Искатели вернулись домой после трех недель, проведенных далеко от дома. О том, чем занимались юные жители района в главном лагере округа в материале наших корреспондентов. Программа отдыха у юных посетителей лагеря Литкова, как и в прошлые годы, была разнообразной. Ребята ходили в походы, рыбачили, занимались спортом. Развлечений здесь тоже хватало. КВНы, конкурсы и праздники сменяли друг друга почти каждый день. Наш повар собрал всех воспитателей и сказал, поздравляю вас с днём Нептуна. И Паша с крыши взял ведром на воспитателей. В этом году краеведческо-туристический лагерь Литкова собрал ребят уже в 38-й раз. Для Ненинского округа этот проект уникален. Лагерь расположен в лесу в 65 километрах от села Коткино, на месте исчезнувшей деревни Литкова. До 2006 года это была площадка отдыха для школьников села Коткино. Но с образованием заполярного района лагерь получил статус районного. При поддержке муниципалитета в последние годы здесь было многое сделано для быта детей. Построены домики как для девочек, так и для мальчиков, для персонала. Специально построена столовая. Видно, что работа поставлена. Когда я посещал лагерь, видно было, что работа поставлена хорошо. Ребята с удовольствием отдыхают. Занимаются различными игровыми видами. Они рыбалкой, ходят в походы, как однодневные, так и с ночевкой. Впервые в этом году весь персонал лагеря, а это 6 человек, был набран из молодых людей, которым нет еще и 30. По словам главы Коткинского сельсовета, с ответственностью они справились, и лагерь завершил работу на высокой планке. По возвращению в Коткино, ребята из Индигии и Искателей на ночь разместили в новом ФОКе. А уже утром вертолет доставил их в родные поселки. Впереди у летковцев еще два месяца каникул, но уже сейчас ясно. Сочинение «Как я провел лето» у этих ребят будет написано на отлично. Владимир Томилов, Татьяна Поздеева, Телеканал Север. К международным новостям. НАСА успешно вывело на околоземную орбиту свой солнечный телескоп «Айрис», запущенный с помощью ракеты «Пегасус». Миссия аппарата – выяснить, каким образом Солнце производит столько энергии. «Айрис» представляет собой малый космический аппарат весом 200 килограммов и длиной чуть более двух метров. Однако стоит он 180 миллионов долларов. Он несет в себя всего один научный прибор – ультрафиолетовый телескоп с зеркалом 20 сантиметров в диаметре, объединенный со спектрографом. Комплекс позволит делать снимки малоизученных регионов Солнца в высоком разрешении. Главный объект исследования – так называемая «солнечная корона» – внешние слои атмосферы Солнца. Ученые пытаются выяснить причины ее аномального нагрева от 6000 до миллионов градусов и исследовать процессы в переходной области между ней и фотосферой. Это, в свою очередь, должно помочь понять, как солнечная атмосфера влияет на Землю. И последнее. С сегодняшнего дня телеканал «Север» переходит на летний режим работы. С эфира снимается дневной информационный выпуск новостей. Обзор главных событий дня смотрите в 19 часов на телеканале «Звезда» и в 20 часов на телеканале «Север». Все остальные программы будут выходить без изменений. В обычный формат вещания и с новыми программами мы вернемся в сентябре месяце. И к этому часу это были все новости. Увидимся на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова